Я попал в плен в 1994 году в боях за Муравдак в Кельбаджаре. Об этом на судебном заседании по уголовному делу армянских военных, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны Людвига Мкрчана и Алеши Хасравяна, сказал потерпевший Ешар Абдул-Алиев. Он сообщил, что, находясь в армянском плену, неоднократно подвергался пыткам. Я, Эйваз и Сеймур попали в плен. Представитель Министерства национальной безопасности Армении пришел и начал беседовать с нами. Нас много пытали. Потом мы узнали, что во время пыток Сеймур сопротивлялся, и армяне облили его бензином и сожгли. Мне показали обгоревший труп Сеймура. Нас заковали в цепи. Потом меня долгое время прятали, а Международному комитету Красного Креста говорили, что у них нет такого пленного. Через три месяца меня привезли в Шушинскую тюрьму. Там меня так пытали, что я потерял сознание. Меня отвезли в детскую больницу в Ханкенде на лечение, а потом опять вернули в Шушинскую тюрьму. Мкрчан, Гахраманян и Петросян неоднократно избивали меня. Мкрчан насильно открыл мне рот и клещами вырвал зуб. В Шушинской тюрьме Мкрчан выстраивал в ряд у стены азербайджанских пленных и бил по спине полениями. Мкрчан особо выделялся своими методами пыток азербайджанских пленных в Сугавушане и Шушинской тюрьме. Поэтому армяне очень его уважали. Там один бакинский армянин сказал мне, что Мкрчан – герой хаджалинской трагедии. Мкрчан всегда говорил с нами на азербайджанском языке. Бакинские и карабахские армяне там свободно говорили на азербайджанском. Нас же заставляли говорить по-армянски, сказал на суде Ишар Абдул-Алиев.